Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut, а это реакция на второй выпуск GG Show. Я так немного прочел про Salem Social Media, я так понял это казахстанский проект, но мне пишут, что это Кыргызстан, все дела. Короче, я не знаю зачем вообще все это писать, не знаю, можете конечно дальше все это мне писать. Короче, я не вижу смысла в этом во всем, давайте просто смотреть какой контент делают ребята. Поехали, у нас сегодня Ильяс Джапаров. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов «Главный герой». Если тебе нет 18 лет, то съебаться на хуй. Давай, выключай краны и шуру отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Скажите, Ильяс, как вы решили принять участие в нашем шоу? А с хера ли Ильяс главный герой передачи? Он вообще кто? Вот я чемпион высшей лиги, вот это понятно. А он что, мистер Чикипяу? И главный герой что ли? Так, Рася ты заколебал уже, а? Сколько раз тебе говорит, в нашем шоу 5 последних актеров. И каждый раз мы приглашаем нового главного героя. А что меня не позвали? Я тоже актер вот отыгрываю любой там. Вот это все умею. Эрася, заебал же, а, съебись. Блять. А, это не он. Ильяс, а какую роль вы бы хотели сыграть в нашем шоу? Ну, вы знаете, если честно, может быть, ну, как-то нескромно прозвучит, но мне кажется, я могу сыграть все. Абсолютно все. Знаете, от какой-то драмы до, наверное, самой такой смешнючей комедии. Вообще кино, кино. Ну, что такое кино? Все мы прекрасно знаем. Как говорил мой дед, кино – это кино. Здесь другими словами не описать, понимаете? Скажите, Ильяс, а какие у вас планы на будущее? Ну, сейчас мы хотим активно, конечно, развивать свое шоу. Знаете, делать его более интересным, какие-то новые приколы, фишки сделать, конечно. Есть идеи новые. Ильяс, скажите, что вы ждете от нашего шоу? Ну, в первую очередь, конечно, мы ждем качественного продукта, чтобы, знаете, зритель на Ютубе посмотрел и сказал… А, вот этот, руки распускай, вот, зубы бил, ладно. Э, Раси, э, заебал, э, Раси! Я продавал все на этом, первенат. Главный герой, главный. Он выебывается, не будет выебываться теперь. В прошлом выпуске я заценил заставку. Очень круто, на самом деле. Раски, слава. Чинг-Бист. Эй, перик. Эй, вы правильно считаете. Нюз, уултана, это же понятно. Эй, нуз. О, классно, это про вейкборд будет что-то. Ильяс, это что, все для меня, что ли? Да не завязывай, здесь так и было, я так каждый день сплю. А ты что, нет? Такой романтик, такой романтик. Дерь закрыл? Дерь закрыл? Эй, ты что, с чем ты делал? Да я тебя наставил, рот, ебать! Закрой рот, пока пиздень там! Ильяс, ты слышишь? А вдруг там что-то происходит? А вдруг он ее бьет? Да не, если что-то серьезное будет, я поднимусь, не парься. Блин, чуть ниже камеру, а на декольте. Ильяс, так нельзя. А вдруг там что-то серьезное происходит? Ты что, будешь лежать и бездействовать, пока там бедная девушка одна лежит и страдает? Сейчас, сейчас скажу. Нормально. Ну что там? Все нормально. Они там уже поверились. Что, охренела что ли? Как это ты больше не хочешь? Не на волю просто ехать надо! Рот твой закрыл, а никуда не поедешь! Слушай, а ты уверен, что они помирились? По-моему, они там наоборот ругаются. Ильяса сейчас убьет ее! Ладно, схожу, схожу. На, сука! На, получай! Ай! 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 Еще сильней! Ай! 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 Я же говорил, там нормально все. У них эти простылу. Ролевые игры, короче. Ну, извини тогда. Ничего страшного. Может, продолжу? Ай! Мне больно! Это уже не родивые ели! Мне это не нравится! Уходите! Обламывают пацану кайф. Ильяс, он вообще какой-то маньяк, походу! Беги туда! Он сейчас ее убьет! Ай! Мне больно! Мне больно! Все. Давай так же! Я маньяк и я обещаю. Да ладно! Я люблю игры! Мне ты не нравится! Да они издеваются! Ну, что ты? Все, хватит, да? Никто никого не бьет, никто никого не убивает! А что там происходит? Там происходит то, чем мы должны уже сейчас с тобой заниматься! А что ты кричишь на меня? Не кричу я! А что ты орешь? Не ору я! Ты что на нее кричишь, а? Руки от нее убрал, понял? Я сейчас полицию нахрен вызову! И вы вообще кто такие, блин? Мы сверху услышали крики и прибежали! Только попробуй тронь ее, понял? Да никто никого не трогает! Вы что, если честно, да? Это вы сами постоянно сверху! Девушка, вы не молчите, хорошо? Если он вас бьет, вы не бойтесь ничего! Да вы не так все поняли, вы что? Я извиняюсь, что мы так громко, а мы будем потише! До свидания! Из-за тебя люди думают, что я вас сильный! В смысле из-за меня? Теперь я во всем виновата! Не могу париться, а что там наверху происходит? Вот он ее бьет! Так, мужчина, давайте на выход, проедем в отделение! Вы что, серьезно что ли? Да никто никого не бьет, вы что, е-мое! Если честно, да, вот эти двое сами постоянно сверху? Сверху сами, мы все время слышим, как ты женщин бьешь! Да все хорошо, мы просто немного поссорились, вот и все! Значит, все-таки фарт ссоры был! Да не ругались мы с тобой, я объясню людям, блин! Витя опять орет! Эй, короче, перестаньте, елки-палки! Ни с кем ничего не происходит! Вот она целая, невредимая, никто никого не тронул! До свидания! Пойдем уже, ляжем, а? Как будто бы просто так сюда пришли, блин! Я не поняла, тебе что, от меня только секс нужен? Да ты меня не так поняла! Я хотел сказать, что мы с тобой вдвоем собрались, не только... Да что ты хотел? Что ты хотел? Хотел бы, не ходил бы туда-сюда по три часа! Так ты же сама меня туда-сюда отправляешь! Вверх вниз, вверх вниз, блин! Да не ругается никто! Вот он, убийца женщин! Вот этот он! Ты что, не бойтесь, у вас все нормально! Да я просто попробую! Не бойтесь, у вас все нормально! Не бойтесь, у вас все нормально! Ломали, кайф! Ребят, можно я пройду, пожалуйста? Я домой тороплюсь, ребят! Принцесса в замок тороплюсь! Остынь, остынь! Иди, 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 иди! Подожди, подожди! Ребят, пожалуйста! Носел с ковриками! Просто глянь! А дайте сумочку мне! Ну пожалуйста, не помните меня! Нормально, нормально! Просто дайте, пожалуйста! Усчезает солнышко! Оставьте девушку в покое! Что ты? Чуть сказал! Я сказал! Оставьте девушку в покое! Такой прилизный! Спокойствие! Главное правильно спланировать действия! Первым делом внезапный удар горла противника! Пока он дезориентирован... Типа отсылочка к Херлоку! Уворачивайся третьего, ломаю ребра, чтобы не кричал! В это время отключаю первого! И заключительный удар прямо в висок противника! В результате! Звон в ушах! Гадык поврежден! Выбита челюсть! Два ребра сломано! Сотрясение мозга! Полное физическое выздоровление! Два месяца! Полное психологическое выздоровление! Два года! Возможность приставать к девушкам! Ликвидирована! Что-то пошло не так! Итак, план Б! Виру землю и кидаю в глаза первого! Пока противник отвлечен, наношу прямой удар в диафрагму! Драться уже точно не сможет! Дальше уворачиваюсь от второго! Сильный удар головой в нос противника! И чтобы на этот раз наверняка закончить, бью палкой в голову третьего! В итоге, очнуться через полчаса! Драться смогут через месяц! Конфликт исчерпан! Так! План отхода! Делаю вид, что дезориентирован! Когда противники убедятся в моей беспомощности, бегу, что я смочу до поворота не оборачиваясь, направляясь к дороге! Сажусь на первую попавшуюся попутку! Еду домой! Дома смываю кровь и высыпаюсь по полной программе! Затем прихожу в полицию, пишу заявление! Блюстители правопорядка находят подозреваемых! Указываю на этих козлов! В результате статья 257! Желание выйти на свободу отказано! Желание отомстить исключено! Короче, к черту все эти планы! Просто встаю, извиняюсь перед пацанами, говорю, что был неправ, что бес попутал, отдаю им все свои бабки и телефоны! Если ребят увледовали тарины, то проставляюсь! Говорю четкий тост, отправляя их домой на такси, в результате пацаны довольны! Меня отпустили! В этом инциденте никому ни слова! Мужики, извините, бес попутался! Какая она красивая и беззащитная! Что будет с ней, если я проиграю? Соберись, тряпка, ты все сможешь! Противники уверены, что бой окончен! Воспользуюсь этим! Наношу резкий апперкот в челюсть первого! И четко, без лишних движений устраняю каждого! Так представляет опять! Девушка не верит глазам, что она свободна! Между нами вспыхивают чувства, через год мы женимся и она родит мне маленького мальчишку! Через два года она начинает пилить мне мозги! Через три мозгоебство доходит до уровня бог! Она не дает мне свободы, все мое личное пространство занято ею! Через четыре года она занимает все пространство нашей квартиры! Че за хуйня? Че ты сказал? Кто, я? Я говорю, не обессудьте, я пошел! Ты извини, у нас все равно с тобой немного, как бы ничего не получилось! Что? А че ты, я тебе говорю, нормально все! О, аппаратура! О, аппаратура! О, аппаратура! Начинается! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, аппаратура! Экшн很好 Стой, стой, подожди! Не ходи сюда! Ничто не остановит меня перед моей целью. Не понял? По телефону. Алло, добрая фея? Да. Эй, это что за херня? А что случилось, мой рыцарь? Эй, ты давай мне зубы не заговаривай, а что за подстала? В смысле? Эй, тут принцесса труба страшная, бля. Так, успокойся, все так и должно было быть. Ты сначала поцелуй ее, злые чары пройдут. И только тогда она станет красивой принцессой. Окей, давай, на связи. Ё-па-я-май, бля. Надо потереть. Да что такое, ёлки-палки, а? Эй, это что, пранч, что ли, какой-то, блядь? Она не изменилась. Ну, нужно же ее поцеловать очень страстно. Прям с язычком, понимаешь? Это же злые чары. Ну, как по-другому? И что она, ну, сразу красивой станет, да? Ну, конечно. Бля, а то 9 тысяч километров ебашил, бля, с драконом бакланил. Думаю, зря, что ли? Не зря, конечно. Просто смачно зацелуй ее и все. Все, давай, Фея. Он неплохо отыгрывает так. Эй, фея, чё за херня, я тебя пойму и я тебе на носом пизды дам, поняла? Так, успокойся, всё хорошо, ты, наверное, не так страстно поцеловал её, как нужно А как надо, бля? Как, как? Ну, ты должен совокупиться с ней и всё Чё, блядь? Ну, трахнуть, чпокнуть, кинуть палку Эй, я знаю, чё такое совокупляться, она же спит, бля Ну, классно же, как раз проснётся уже прекрасной принцессой Ну, а без этого никак не получится, увы, это же злые чары, сам понимаешь Ой, злые, со своими злыми чарами мозгом ссыготься натуре О, блядь! Давай, давай, давай Оля! Да? Эй, фея! Что такое? Эй, я клянусь, я тебя найду, нахуй Ну, вот так толкнуть всех рыцарей, я соберу, кого знаю, и тебе пизды дадим, я поняла? Подожди, а она что, не изменилась? Нет, не изменилась бы, какой была у родины, такой я осталась, блядь, а у меня, ну, теперь психологическая травма Так, подожди, я всё поняла, ты всё неправильно сделал Сначала поцелуй её в шею, потом за ушком и придуши её, да? А потом шлёпни, ага И потом язычком, так смачно, и она точно станет красивой Ха-ха-ха-ха, ага Эй, ты что ли, добрая фея? Не-не, да, но я могу всё объяснить Если ты сделаешь всё, как я сказала, я точно стану красивой Иди нахуй, поняла? Руки убери свои вонючие, эй, у тебя даже лицо ногами воняет, посмотри на своё лицо, блядь Фу, сука, блядь Пожалуйста Иди нахуй, блядь Но я же ведь тоже женщина Хуя женщина ты, блядь Ну, пожалуйста, ну, хоть кто-нибудь, а? Стой, стой, не ходи туда Ничто не остановит меня перед моей целью Забавно Мне ещё показалось то, что это он же там, как эта фея Ну, чё, как вам главный герой этого выпуска? Нормально Хороший Единственное, его парень мешал на съёмках, да? Ага Слышь, ты нам не мешай больше, пожалуйста, ладно? Да мы уже расстались Ага Эй Ну, предлагайте, кого следующего будем снимать? Может быть, Альжа Майзаку Я слышал, она очень дорогая А сколько стоит её всё мощный день? А, ты про съёмки? А, понятия не имею Слушайте, а может быть, люди в комментариях напишут, кого нам позвать? А мы позовём того, с кем договоримся Слушайте, а ты мне Ariana Как? Так, ну чё, я их просто сейчас вынесу, да? Да? Как и в прошлом выпуске. А, нет. Поставили обратно. Прикольно. Но по сути, особо ничего не меняется там, да? Они типа делают вид то, что замерли и все. С ума сойти, это же надо так вот всю песню просидеть. Тут, тут, тут. Ну, короче, они тупо просидели за столом и ничего, собственно, интересного там не произошло. В 19 году все это дело снималось. Неплохо, неплохо, очень профессионально, круто, красиво снято. Главный герой этого выпуска мне тоже понравился. Интересно было смотреть за тем, как он отыгрывает. Сцена с битвой с Монбетами или Копниками, я не знаю, кто там был конкретно. Напомнила мне фильм и момент из фильма Шелла Холмс, по-моему, с Робертом Дауни-младшим. Ну, я это уже говорил. Вот, ну, это вот больше всего, короче, эта история мне понравилась. С девушкой вначале с сексом тоже прикольно было, но не так круто снято. Ну, не так круто, как второй, в общем. И третий он был забавный, самый прикольный, наверное, даже. Не знаю, в общем, они все неплохие, но больше всего мне понравился второй. Вот так я отвечу. Спящее королевство и принц из королевства Чики-пиау. Прикольно то, что Чики-пиау. Все на этом. Пишите вы в комментариях, как вам этот выпуск вообще, что вам понравилось больше. И ставьте лайки этому... Извините. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Ну, что-то у меня с горлом не то. Будьте здоровы, сидите дома, никуда не выходите. Самоизоляция прям конкретная. Ради вас стараемся, пилим видосы все, реакции, не реакции. Короче, хоть что-то, чтобы вы просто смотрели и сидели дома. Я сам тоже залипаю на всякие видосы. Ну, в основном я сейчас смотрю летсплей, типа неспешный летсплей у Каты Краба в прохождении Half-Life Alyx. Alyx очень хотелось бы сыграть в эту игру. Я вот смотрю, просто наблюдаю за тем, как люди играют. Вот. Ну и всякие шоу и так далее. Все на этом. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо, всем пока. Check it out!